В Краевом Центре прошел форум городского сообщества Хабаровска «Цели, результаты, перспективы». В нем приняли участие более 700 человек, включая представителей из пяти районов города Хабаровска, общественность, НКО, бизнес-сообщество, ветераны, молодежь. Также были гости из муниципальных образований Хабаровского края, Приморья и Еврейской автономной области. Открытый и конструктивный диалог представителей власти, бизнес-сообщества и общественников некоммерческого сектора состоялся на площадках городского дворца культуры. Здесь ведь собрались неравнодушные люди, а это очень важно, потому что каждый присутствующий здесь понимает, что если не он, то кто. Гражданское общество – это мы с вами. Люди активные, неравнодушные тем, кто не отсиживается дома, кто по первому зову приходит и на избирательные участки, и на любые мероприятия, организованные городом, краем. Ну, важно, чтобы люди знали, что есть кто-то, кто поможет все-таки, и что мир не без добрых людей. Да, если забить на все, то наше общество не будет развиваться, оно не будет идти к лучшему. Для этого есть такие амбициозные ребята, чтобы общество наше шло в лучшую сторону и развивалось. Сегодня Хабаровск, наверное, самый такой вот центр волонтерского движения. Вот все чемпионаты мира, которые у нас проходят, я слышала отзывы участников чемпионатов мира. Они говорят, нигде нас так не встречали, как здесь. Когда ваши волонтеры говорят на разных языках, когда ваши волонтеры все знают о вашем городе, видно, что они любят свой город и свою страну. А это вот очень важно. И это тоже гражданское общество. Город Хабаровск издавна ввел политику поддержки структур гражданского общества через систему грантов. Прежде всего, молодые и инициативные. Ну и все, у кого есть предложения толковые по возможностям развития качества жизни в городе Хабаровске, все эти предложения рассматриваются. Уважаемые участники, добро пожаловать на наш форум городского сообщества Хабаровска. Цели, результаты, перспективы. Добро пожаловать. Правительством Хабаровского края проводится гражданский форум Хабаровского края, и он разбивается на несколько этапов. И вот первый муниципальный этап уже второй год подряд проводится в преддверии Большого гражданского форума Хабаровского края. Муниципальные этапы уже прошли в Комсомольске, в Ванино. И вот сегодня начинать свою работу форум здесь у нас в городе Хабаровск. Наш город Хабаровск – любимый, родной не только город воинской славы. Это город великих свершений, великих побед, великого серьезного гражданского настроения и активности. В этом заслуга только у вас здесь сидящих, поэтому прошу ваши аплодисменты. Отмечая лучшие проекты, лучшую направленность, мы действительно говорим слова благодарности тем, кто ведет за собой людей, тем, кто работает с людьми, тем, кто большую часть своего личного времени уделяет работе с молодежью, заботе о подрастающем поколении. Занимается патриотическим воспитанием, без которого ни у одной страны нет будущего. В этом году притворять в жизнь социально значимые проекты будет 21 некоммерческая организация Краевого центра. Победители городского конкурса муниципальных грантов, прошедшего накануне, получили сертификаты из рук мэра Александра Соколова. Негосударственное учреждение дополнительного образования, Центр военно-патриотического воспитания «Взлет». Проект «Мы юно-армейцы». Размер предоставляемого гранта 450 тысяч рублей. В рамках форума участники посетили семинары, круглые столы и практикумы, посвященные проблемам оздоровления молодежи. Узнали, как стать интересными для СМИ и с чего начать подготовку заявки на конкурс краевых, муниципальных или федеральных грантов. Президентские гранты, региональные гранты, муниципальные гранты – все это способствует тому, что активно участвуя в них, структуры гражданского общества участвуют в управлении на муниципальном уровне, на региональном, на государственном уровне. Чаще всего спрашивают про то, как подготовить заявку на грант-президента. Ведь 19 февраля был объявлен конкурс для некоммерческих организаций. Конкурс этот продлится до 26 марта, поэтому сегодня весь некоммерческий сектор нацелен на подготовку социальных проектов, качественных, интересных. По результатам прошлого года, 2017-го, Хабарский край вышел в лидеры по количеству поданных заявок от региона и по количеству выигранных. Было поддержано президентом Российской Федерации 47 грантов на территории края и привлечено в регион практически 66 миллионов рублей. Здоровление детей начинается с того, чем мы дома. Занимались, занимаемся и будем заниматься. Я сегодня не говорю про свой возраст, но тем не менее, мы каждую субботу возрастения куда-то выезжали. Сегодня все сидим, детки, в компьютерах. Понимаете? Вот эта виртуальная жизнь, она, конечно... Дети должны быть наши продвинутые, но они должны быть здоровыми. Я впервые пришла на этот форум, потому что мне стало интересно, особенно стала интересна тема здорового образа жизни молодежи. Я услышала то, что... Ну вот, про проект «Зумба». На самом деле, это правда. Часто проводятся проекты на городских прудах. То есть сцена, танцуют тренера и за ними повторяются. Настроение хорошее, то есть это выброс своих эмоций, адреналина. Ты избавляешься от плохого настроения. Мы организовали патриотическую площадку, потому что мы считаем, что патриотическое воспитание неразрывно связано с развитием гражданского общества. Поэтому очень отрадно было сегодня видеть множество студентов на нашей площадке. В нашем индустриальном районе из 23 школ, которые у нас там есть, в 18 мы создали в прошлом году энерармейские отряды. В городе тоже активно создаются. И в этом году, в 18 мы, центром взлета, планируем принять еще не менее 300 человек в энерармейское движение. Ну, меня так учили, вообще, как бы тоже кожу мять и рыбачить. Еще меня учили на лодке плавать. Ну, в общем, вы хотели спросить, для чего это мне пригодится, да? Ну, мне это пригодится, не знаю, может, выживать в дикой природе. Самая главная, на самом деле, проблема у общественников, она связана с тем, что в голове у них есть определенный стандарт, что им кто-то что-то должен. Должен приходить, должен снимать, должен рассказывать, потому что это чья-то работа. Это вот такое очень частое мнение, которое я слышу на первых встречах. Но потом мы с этим всем работаем очень много и упорно, для того, чтобы люди понимали, что все-таки это наша добровольная история, мы сами решили, что мы хотим заниматься общественной работой. В Краевом центре зарегистрировано около полутора тысяч НКО, треть из них социально ориентированные. Активные общественники не первый год трудятся на общее благо. Они помогают детям из социально неблагополучных семей организовать свой досуг с пользой для здоровья и интеллекта, привлекают внимание общественности к проблемам инвалидов, учат любить свою родину и свой город Хабаровск. С чего начинать? Ну, начать хотя бы со своего двора, вот, со своих соседей, вот. А что делаете? А? А что делаете? Ну, наверное, пообщаться, найти какое-то решение. Я думаю, что в каждом дворе есть какие-то свои проблемы, и надо решить их. Ну, а если дальше, то посмотреть на свое окружение и посмотреть, кому нужна помощь и помочь. Самое первое, нужно найти единомышленников. Не нужно изобретать велосипед. Наверняка уже кто-то это когда-то делал. Именно для этого проводятся форумы, большие совещания, семинары, обучение лидеров гражданского общества. Именно для того, чтобы люди могли знать, кто еще может им помочь, где они могут найти ресурсы, где они могут найти поддержку. Всегда есть возможности, с помощью которых можно как-то изменить окружающую нас среду. И, к примеру, сейчас я работаю над проектом по внедрению автоматизированной системы управления на Хабаровский городской пассажирский транспорт. И вот как один из видов того, что можно поменять. Если сильно захотим, конечно, сможем. Что-нибудь сделать, что-нибудь улучшить. Так же, как вот, допустим, выходят у нас дети летом на улицу и чистят скверы всякие. Это уже, пожалуйста, экологическое воспитание. Ну, все занимаются общественной работой. Кто вяжет, кто шьет, кто у нас, кто в шахматы, кто рисует. У нас кружков очень много, танцы. Еще ходим на танцы. Мы, вы не смотрите, что нам 82. Ну, кто на диване сидит, нам с ними не по пути, пускай сядет и дальше. Уже пессимистов у них все плохо. Ходить не буду, выступать не буду, общаться не буду. Потому что все это меня решат. Я думаю, что нет. Все это уже будет активно в обществе. Они направляют свои, значит, если есть качества какие-то хорошие, проявлять, показывать людям. И залегать с собой большие массы людей, которые безразличны сегодня в нашем обществе. Не будьте равнодушными, не будьте пассивными. Не надо оставаться одному в своей квартире, зацикливаться перед экраном телевизора или просто уткнувшись в какой-то гаджет. Жизнь очень интересна, и она наполнена богатыми событиями, особенно в нашем городе. Присоединяйтесь, участвуйте в этой жизни, и она станет гораздо интереснее. Сегодня в городе Хабаровске существует вот такая стабильная общественно-политическая обстановка. Это в том числе и благодаря тому, что структуры некоммерческих партнерств делают все для того, чтобы идущие за ними люди, стоящие за ними жители города Хабаровска, активно участвуя в управлении делами города, понимали процессы, которые происходят, поддерживали те направления развития, программные направления развития, которые есть.